Смотрим дальше, знаете как, есть люди, которые уже, они не обязательно помните, как люди, а вот он Железовский говорит, на Холва, ну Железовский это понятно, кто, говорит на Холва, а я нет, а я огромный, и вот сейчас я маленький урок, обратите внимание, я специально смотрел так, чтобы вы не видели лица, вы не видели, что здесь написано, вот мало того, я еще вот так, еще меньше сделаю, дайте, ничего меньше, ну так, чтобы меньше обид было, я никогда не воюю с людьми, это представитель типичный класс садоводов, которые считают себя специалистами, а для этого много знать и надо, чтобы самые вещи знать, достаточно до урока, и ты будешь знать, как садить на 5-10 сантиметров на вечную смерть, ты будешь знать, сколько, это очень легко, какие ветки лишние он будет отрезать сейчас, и так далее, и так далее, тут написано, обрезка при посадке польза или вред, и я бы не стал это говорить, понимаете, народу много попадает, а почему ему не заверить, ну сразу бросается, опять, садность явно привита, и опять у него штамп, не может быть он естественный штамп, он искусственный, там полуран на нем, дальше он жалуется, что просто небольшие, а дальше самое интересное, я взял вот так, смотрите, о чем он говорил, и так, в начале, опять у меня бальзам на мою душу, ямы не надо, вот, дальше, ну, думаю, сейчас парковн скажет, нет, ровно должно быть, и посадил ровно, видели, он не знает, что на ровной поверхности, в местах, где много снега, и снег, который залегает от полуметра до метра, на ровном месте за несколько лет, это моя статистика, и не переубедите, никогда, потому что для этого надо вырастить больше семья, на ровном месте за несколько лет сгнивает, на ровном, подчеркиваю, не в ямах, сгнивает основание штампа у груш и у абрикосов, это главная причина, почему их нет, а человек принципиально на ровной, не на холм, ну пусть в этот раз Елизовского не вспомнили, ладно, идем дальше. Дальше он говорит, я не стал этого, потому что он выглядит бледно, а тут, ну, метральное лицо, и лица не видно, никто его, даже соседи не узнают, так вот, дальше он, значит, что говорит, садим осенью, осенью, и две страшные вещи, первое, не обрезаем, а весной обрежем, есть шанс спасти саженную соседнюю посадку, корни, естественно, не выкормят, это я железовский говорю, вот, а по его мнению, ни в коем случае не зайдет, а весной обрезать, а зиму, как он напьется, он же сушняк, это же у алкоголика, как есть такое понятие, сушняк, проснулся, в горло пересохло, воды, 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 саженец изувеченный, с изувеченными корнями, осенью в холодную землю посадили, раз земля холодная, значит, движение воды замедленное, оно же от температуры зависит, вы не знали этого? Там же поливай, заливайся, но он толком не приживется, а весной обрезка, весной колеч, а вот осенью надо колечить специально, это не все, вот, сейчас вы упадете, а, вот это самое, что я считаю страшное, самое страшное, что я считаю, дальше, чтобы не было испарения влаги, а, садить с листьями, надо все листья шмыгать, вы понимаете, вот, допустим, ну, саженец этот уже взросленький, он не его, конечно, имеет в виду, а который помоложе, может, на год, на два, и вот он его посадил, а там же десятки, сотни листьев, и вот, когда говорят ошмыгивать, есть понятие, обрезать так, чтобы половина, у нас, извините, все бесконечно, ну, это аллергия, так вот, можно взять ножнички, и это на самых крайних случаях, хотя это тоже смертельный номер, отрезать так, чтобы листик отрезать, основание листика оставить целым, вот, например, вот, видите, а здесь, а вы попробуйте, от слова ошмыгивать, я вам сейчас объясню, они легко шмыгиваются, они снизу вверх, они переживают, а сверху вниз, почему, трам, сколько листьев отрезали, столько ран на дереве, он этого не понимает, он в каком мире живет, он что, вырастил три дерева, и считает, что он имеет право других учить, каждому листу полагается почка, это одно целое, один механизм, вот они, я специально нашел, пазусная почка, межузли, стебель, пазуха листа, разве можно это делать? Я видел, как мой черногорский друг, я не называю его, неудобно, вот, он, у нас было, мероприятие, у меня фотографии есть, я показал несколько раз, вот, он не шмыгивал, он их ножничками обстриг, оставляя вот такие вот эти, вот такие вот самые, вот то, что вы видите на фотографии, он знал, что продать не сможет, а обратно, да и не продал, кстати, никто и не покупал, хотя это было мероприятие, приуроченное, вот, и, ну, по крайней мере, почки-то не трону, вы представляете, как что будет, когда вместо почек будут одни зияющие раны, вот этот человек, вот он самый настоящий, вот, вот это он пропагандирует, и он считает, что он понимает, что он правил, а сколько его людей смотрит, человек сажился, наверное, часто пересаживают друг от друга, на рынке осенью, все в зелени, привез домой, там, вот столько корней, два, два с половиной метра, эту дубину, ой, посажу на следующий год, я буду с яблоками, с персиками, ага, ну, возьму вот так вот все листья, и вот будет драть сотни листьев, драть, вы ужасно пришли, а я пришел, это же надо запрещать-то, уже чуть ли не законодательно, можешь живого кота снимать шкуру, если ты хочешь с кота сделать шубу, наверное, нет, с леси живой, ты имеешь моральное право, или даже уголовное, не боишься уголовное, потому что, если живого будешь шкуру снимать, что ж ты с дерева, ты шкуру снимаешь, ведь когда-то к дереву надо будет такое же отношение, вот, как животное, животное мяукает, животное лает, животное скулит, животное от боли воет, а дерево молчит, вот, а мы такие, эти самые, как их назвать-то, нас, толстокожие, мы это не чувствуем, я обрезку делаю, потом целую неделю, бывало неделю, сердцем больным лежу, знаешь, что надо обрезку делать, иначе не выжить, ни мне, ни детям, ни внукам, ни больным людям, которым я помогаю, я помогаю больным людям, Э, Надежда, Череменко, если не смогу продать косточки по 20 рублей, сейчас по 15, когда люди останутся без помощи, без лекарств останутся, то вы знаешь об этом? И когда у нас сады будут, если вот так вот их это, это, что за прием? Дерево до самой зимы теряет листву медленно-медленно, любая ранка упала листва, она уже этим самым заткнута, залеплена воском, ну, вещество подобное воску, и дерево с этой ранкой, почка-то отвалила, листик отвалился, почка осталась, ранка залепилась, и выдерживает 30-40 градусов, а ты чем думал, когда вот это сделал? Это же перед зимой, ты же сам-то учишь, чему ты учишь? А кто виноват, что я на него ору? Ясно, кто Серененко виноват? Вот пересаженное это, дерево, ты людям это учишь, коллега, как тебя коллегой-то назвать? Осенью не надо обрезку делать, и не режь. Я сделал обрезку, ошибся, вот где надо было резать. Две трети отрезал, и все равно ошибся. Рызлочный саженец, и где-то число 5-10 июня, местный наш авторитет пытается, хороший мужик, хороший саженец, пытается продать, пытается. Нет, Константин, есть нацик, подарок. Вот. Знаете, я отвлекаюсь, а чем хочу, то говорю. Значит, когда у меня на острове созрел оружие, у меня только заплодоносило, молодые деревья, вот эти яблоки, самый лучший результат показал Жигулевская. Именно Жигулевская. Яблоки были до 400 грамм, темно-бордовые, необыкновенно вкусные. У них даже было такое впечатление, у них вот эта верхняя часть, там где это, вот. Она даже как-то, такое впечатление было, что она становилась прозрачной, это было все налито глюкозой, сахаром, вот это вообще. Подхожу на рынки к этому, ладно скажу в фамилии Филиппева, это нормально, потому что вы можете представить себе человека, обида которого в первых числах июня в дикую жару продает саженцы. Значит, так брали. А у него саженцы-то шикарнейшие. А плоды его, помните позднее Филиппева? Это теперь на всю страну, на весь мир разойдется. Позже, я сегодня собирал плоды позднее Филиппева. А почему собирал? А ветром зелеными сбило. Так обидно было. Вот. У нас ветер, такая вещь нехорошая. Ну, это ладно, проехали. И мы сегодня две недели, три спеть. Так вот, а абрикосы нормальные, у нас же на рынке появились. И мы сегодня собрали первые два ведра абрикосов, уже спелых. Так вот, я к чему говорю? Уж ничего страшного назвал его фамилию. Первый число июня, дикая жара. А вспомнил старый случай с ним. Вот мне бесила всегда его вот эта невероятная скромность. сидит, стоит на рынке. Но это было примерно десятью годами раньше, чем вот эта фотография. И вот он стоит, осень, вот, это весна, а то была осень. Он стоит, перед ними великолепнейшие, сайленсы, метра по полтора, по два, лучная куполировка, у самой земли прекрасные корни. Всё это, в эти самые, пакеты заделано. вот столько земли, вот, прям с земли выкапывал. Всё прекрасно. Смотрю, я говорю, что, сразу не узнал, что жигулевские? Да, у меня вот такие лежат. Я говорю, что ты, у него крупнее найти? У тебя, что нет крупнее? А у меня несколько деревьев жигулевских. Он говорит, да есть крупные, а чем? Ну, что людям голову моросить? Вот. Это он мне говорит, такой же торгаш, ещё хохол. Это я про себя. Когда я себя хохлом называю, я не обижаюсь сам на себя. Вот. Ещё хохол. И я говорю, ты чё нибудь это? И вот он, говорит, я запомнил на всю жизнь. А чё людям голову морочить? Вот средний я выбрал, вот такие средний я буду. Я его эти беру, забираю у него, наглый прямо. Вот. Вот разинул, я забираю у него там, что пять этих вот яблок загулевских, вот таких вот, значит, и уношу, а до машины метров сто. А он смотрит все эти, понять не может. Я открываю багажник, а с острова, а у меня там уже, ну, вы видели, подрядчик с острова. Вот. Выбрал несколько самых огромных жигулевских, вот таких вот. Красавцы невероятные. Принёс, говорю, на, торгуй, и больше это самое. Разве это обман? Разве это обман, когда вот такими вот яблоки у тебя лежат на прилавке. Вот. Вот такой случай привёл. А здесь что? Июль месяц подарил им саженец. Вот. Этот саженец нужен всем нам. Это для учебников. Поняли? Вот диарезы-то надо. Было. Сантиметров 20. Он наговорил. Шумыкать, придумай же такое, а. Я вам всегда не понимаю. Мне вот этих людей, да, вот он вырастил. И такое впечатление, что это первая его жизнь, что он больше ничего не знает. Несколько они вырастил, абрикосов, и ничего про них не знает. Но сразу, сразу учителя. Вот вам еще маршрута. Очень умеют. Он считает, что осенью надо, чтобы корни, так он и сказал, накормили всю вот эту крону. Пересаженный, саженец целой кроной. С чего он накормит осенью? Летом и весна есть. И то ни хрена не в ней. И для кого вот это, а? Для всех, пожалуйста. Или Черненко, может тоже что-то это, Надежда, если не извинишься, или хотя бы, знаете, как это самое. У меня был оппонент с Волги, вот, столько было злобы, столько это, он обращался ко всем, к этим, главным редакторам газет, как вы смеете железу печатать, да я на вас это самое, президенту написал, вот так он на это. Вот. А потом, когда я разоблачил, был такой момент, ну, несколько таких вещей, которые садоводы не позволительны. Просто не позволительны. Вот. Он молчал, молчал, а потом я получаю от него письмо. И вы же забыли все эти старые истории. Вот. Я получаю от него письмо, там написано, Виктор Васильевич, я слышал, вы болеете, выздоравливайте, пожалуйста. Вся злоба, как это. Все, сразу прошло. Шесть фильмов, которые я про него написал, чтобы люди не делали так, как он учил. Вот. Сразу стер. Вот. Видите, какие мы. Как сами надо. Виктор Васильевич, как он учил. Виктор Васильевич,